Игра Курск Это сопровождается ужасной графикой, ужасной лицевой анимацией, как будто вы играете в игру десятилетней давности. Смотреть на это просто без боли невозможно. Все NPC косоглазые смотрят не в попад, даже не всегда на вас. Стоят как истуканы, приколоченные к одному и тому же месту. Вас по всяким пустякам гоняют туда-сюда. То принеси фонарик, то отнеси отвертку. Это абсолютно чушь и вы понимаете надуманность, высосанные из пальца все эти задания, которые не имеют никакого смысла. Все эти ваши переходы туда-сюда по подводной лодке сопровождаются дичайшей загрузкой и анимацией через каждые 5 метров. Потому что постоянно эти люки, которые разделяют отсеки, я не знаю что там загружать на самом деле. Это ужас. Движок, я не знаю кто эту игру делал, как так можно было сделать, плохо. Но вы пройдя какой-то кусок обязательно попадаете на загрузку с анимацией и попадаете в следующий участок, где спустя 2-3 метра у вас опять все то же самое. Что там загружать? Я не знаю эти ужасные текстуры, одинаковые совершенно. Это квадратное помещение. Почему не сделать бесшовные переходы, я не понимаю. И даже на этих небольших локациях они умудрились оставить локации недоделанные, с багами. Вот вы видите, сейчас я просто бегу в пустоту и не могу какое-то препятствие пройти. Через какое-то время, сейчас вы увидите, что я прорвался через невидимую стену и головой пробил дверь. Вот я вижу, что в соседнем помещении происходит. То есть даже это не доделали. Игра жутко медленная. Она умудряется тормозить на достаточно хорошем компьютере. Просадки FPS. Хотя грузить видеокарту и процессор там совершенно нечем. Вы посмотрите, она из себя ничего совершенно не представляет. Мне очень жаль, но конечно, та трагедия, которая произошла с подводной лодкой, она заслуживает гораздо лучшую игру, а не то, что нам здесь пытаются продать за 25 евро. Я ни в коем случае не советую в эту игру играть, не тратьте свое время. Это, к сожалению, полное барахло.